фишки ребятки с вами лексом продолжаем играть привет сосед и мы как раз таки ребят уже на третьей главе мы уже прошли как раз таки соседушку пока были маленькими да удаленькими как говорится мы сейчас ребята оказались уже у себя на квартире и все еще ребята давай посмотрим сосед смотрит за нами или нет он где-то там должен сидеть осет ты где выходи а я не помню где он представляешь неужели его убрали из игры вот это да он вроде бы там должен был сидеть где мой бинокль да эти бинокль я хочу посмотреть я хочу лицезреть этот момент наблюдает ли за нами сосед где бинокль уже в холодильнике посмотрел кто стучит письмо давай посмотрим что написали так вы не оплатили ваш последний платеж за квартиру вот такие вот дела что делать теперь непонятно видимо собирать вещи сваливать отсюда по добру поздорово пока мне отсюда не выкинули блин ну а куда мы поедем ребят остается только одно место тот самый домик в ровоньих ручьях точнее чурьях ворони ручьи ребят тот самый домик то есть по соседству с тем самым усатым маньяком все верно ребят все верно а куда нам еще идти ребят нам некуда больше деться к сожалению нам уже некуда деться потому что другого дома другого места где мог бы жить к сожалению у нас сейчас нету добро пожаловать ворони ручьи здесь написано дом милый дом наконец-таки я дома но значит ли это ребята то что все те самые страшные воспоминания вновь посетят меня вот он дом соседа ребят справа а наш домик уже совершенно непригоден для жилья нужно будет ремонтировать нужно будет полностью восстанавливать вот дом соседа ребят него полностью уничтожил аж чем-то либо сожгли его либо еще что не знаю но соседа соседа в данный момент мы не видим мы находим ключ давайте посмотрим дом соседа здесь ничего нету сосед ой что же с вами стало мистер сосед тень тень только не тень во всем виновата тени ребят вот так вот зайти сюда можно посмотреть что здесь есть ну знаете ли не особо то и похоже на дом соседа потому что как вы помните если главный вход здесь идем направо здесь должна быть дверь двери здесь нет окей предположим что дверь была здесь заходим и здесь должен быть вход подвал здесь нет ни подвала ни перегородок то есть точно ли это дом соседа сзади должен быть как раз таки сам запасной выход в подвал его тоже нету очень странно ребят очень странно дом изменился дом изменился от того самого вида который мы видели во второй главе он абсолютно преобразил сладу нас есть ключик там звонит кто же там так 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 старые добрые воспоминания о былом тень за мной наблюдать все время показалось давайте зайдем сюда ничего нету здесь ничего нету давай-ка поднимемся ой хотел подняться в свою комнату они не дали все таки пришлось отвечать на телефон алё это кто это тень не звони мне больше давайте мне звонить перестань хочу разговаривать с тенями и в общем то ребята с этого и начался наш третий эпизод по-настоящему здесь то мы ребята и узнаем каково это сражаться точнее искать секреты соседа в его огромном приогромном доме вот и все вот такая вот страшилка ребят максимальная страшилка мы знаем что сосед кого-то запер мы знаем что у соседа огромный дом мы знаем что у соседа много всего в этом доме спрятано и мы должны все таки раскрыть секрет и узнать что же в подвале у нашего соседушки опять опять ну и разумеется поиздеваться над ним эй ты усатый таракан ты здесь ну справа он спать люк он люк спать а я пошел дальше тогда сейчас не камер ничего такого нету у нас опа опа пускай спит эта штука работает но я открывать не буду потому что это будет только мне мешать а вот эту вот штучку ребят я обязательно открою секретный проход соседа мне бы сейчас еще взять какую-нибудь какую-нибудь картину наверное маленькую какие-то яблоки вы сами знаете для чего для того чтобы открыть еще один секретный проход и вот этот ключ мне нужен для того чтобы пол нифига себе прокинул и у меня получилось это сделать представляешь а вот и магнит берем магнит забираем синий ключ сосед сюда попасть не может никаким образом у него здесь смотри-ка праздник какой-то он празднует вовсю ух ты какой здесь у него комната с камерами выключаем ее готово выключаем эту штуку активируем берем зонтик зонтик нам очень сильно пригодится у нас теперь есть два ключа синий и желтый теперь осталось узнать куда их нужно вставлять потому что честно я не особо помню синий вроде бы как раз таки от той двери если обратно прийти там вот она будет а вот желтый как раз таки вроде бы от этой двери давай проверим правильно ли это или нет папа желтый отсюда я был прав для того чтобы мы могли вот так проходить все время легко и просто а вот синий ребята нужно я слышу соседа он поставил камеру он стучит сосед рядом сосед близко там ребята у нас лом я об этом еще не забыл здесь у нас вот этот глобус мы должны его разумеется забрать и разумеется заморозить это все делается тоже довольно таки просто у нас пока что есть зонтик поэтому этот зонтик я забирать не собираюсь но в любом случае мы если я не ошибаюсь можем сейчас попасть вон туда это один из кошмаров да ребята заходим это кошмар супермаркетом офигеть да как бы быстро сады добрались до сюда считывая что очень давно не играл это было супер быстро пока меня не видит никто мы должны дотолкать тележку почти до самого конца потом уже наберем нужные нам товары если что вот этих гадов нужно прятаться так а прятаться от них можно тем что мы садимся и нас никто не видит в этот момент тут стойте от меня а если нас кто-то видит мы все равно услышим это в любом случае я не помню что брать если честно какой список покупок банка огурцов томатный сок лимонадик банка варенье и чипсы правильно вроде бы так что там встал отлично почти получилось где она ну как же тяжело поставить это остановись раз два мимо три четыре остался ребят только чипсы остались только чипсы все остальное я вроде бы нашел и положил куда надо но я не уверен что у нас все правильно фух видишь не всегда срабатывает с первого раза ты просто сидишь сидишь и ждешь пока сработает невидимость ну что пробуем и куда вы они должны лежать именно внутри до свидания только не заезжайте туда сразу вот теперь идем внутри ну считай есть 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 еееееееееееееее с первого раза ребят с первого раза прошли этот кошмар. На самом деле удивительный, ребят. Мы на самом деле очень быстро проходим. Это прям удивляет. Супер удивляет. Теперь у нас есть какая-то способность, а именно способность прятаться. Прятаться с помощью как раз-таки такого же элемента, как приседание. Мы присаживаемся и сосед нас не видит. У нас есть тортик. Мы обязательно его возьмем. Нам нужен здесь граммофон. Вы помните, да, это момент? А здесь есть вентиль. Блин. А что это я его не поднял? Ну, в любом случае, я знаю, где он. У нас есть тортик. Мы должны этот тортик обратно принести. Здесь нам нужно будет вот эту вот штуку активировать для того, чтобы то есть граммофон сюда поставить. Чтобы у нас рычаги все были в одном направлении. В одном направлении смотрели. Вот та самая комната с тортиками. Разумеется, тортики кладем сюда. Помимо тортиков, здесь нужно будет еще вроде бы что-то другое вкидывать. манекены и, разумеется, разумеется, стулья. Вроде бы стулья. Но это не точно. Я уже точно не помню, если по-честному говорить. В любом случае, будем, ребят, смотреть, будем изучать, будем стараться пройти. Потому что довольно быстро мы уже один кошмар прошли. Просто все получается. Мы даже соседа не встретили за эту серию. Камеру поставил, гад. Вот дает. Он сюда пройти, по сути, не может. А камеры ставить как-то может. Волшебство. Ладно, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписаться в паблик, в контакте, ссылка в описании. И в шоп-канал не забываем, что вы можете оформить. Спонсорскую подписку, которая даст вам возможность использовать крутые смайлики, которые я делаю специально для вас. Специально рисую. Помимо этого, у вас будут суперские усы возле вашего ника. На моем канале, если вы будете писать. Выключайся. Если вы будете писать в чате, на прямой трансляции или в премьерах. Так что обязательно жду вас в рядах спонсоров. Спасибо за просмотр. Это был Иллы. Привет, сосед. И всем добра. Спасибо за просмотр.